Истворение святителя Иоанна Златоуста Для нас нет никакой пользы от поста, когда мы проведем его просто, как-нибудь и суетно. Если мы постимся, воздерживаясь только от пищи, то по прошествии сорока дней проходит и пост. А если воздерживаемся от грехов, то и по прошествии этого поста он еще продолжается, и будет нам постоянно от него польза. И еще прежде Царствия Небесного он здесь воздаст нам немало наград. Как живущий во грехе и прежде гиенны наказывается угрызением совести, так богатеющий добрыми делами. И прежде Царствия наслаждается величайшую радостью, питаясь благими надеждами. Поэтому Христос говорит, когда увижу вас, возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет. Краткое изречение, но в нем много утешения. Что бы это значило, радости вашей никто не отнимет. У тебя есть деньги? Радость о богатстве многие могут взять у тебя. И вор, разламывающий стену, и раб, уносящий веренное ему, и царь, отбирающий имение в казну, и завистливый человек, взводящий клевету. Имеешь ты власть? Многие могут взять у тебя радость о ней. Когда прекратится начальствование, прекратится и удовольствие. Да и во время самого начальствования много встречается дел трудных и соединенных заботами. Они уменьшают твою радость. Пользуешься крепостью тела, постигла тебя болезнь и расстроила радость о ней. Ты красив и благообразен, пришла старость и сокрушила и унесла эту радость. Станешь наслаждаться роскошной трапезой, с наступлением вечера окончится и радость пиршества. Так всякая мирская вещь легко повреждается и не может доставить нам прочного удовольствия. Но благочестие и доблесть душевная совсем другое дело. Если подашь милостыню, никто не может отнять у тебя этого доброго дела. Пусть нападут со всех сторон войска, цари, тысячи клеветников и злоумышленников, они не могут отнять приобретение сокрытого на небе. Нет, радость эта остается навсегда. Расточил, говорит, раздал нищим, правда его пребывает вовек. И весьма справедливо, потому что она хранится в небесных сокровищах, сокровищницах, где вор не подкапывает, разбойник не отнимает, моль не съедает. Если будешь совершать постоянные прилежные молитвы, никто не может похитить плода их, потому что этот плод утвердился корнем в небесах, безопасен от всякого повреждения и остается недоступен. Если потерпев зло, сделаешь добро, если терпеливо перенесешь злословие, если быв поруган, станешь благословлять, эти добрые дела останутся навсегда и радости о них никто не отнимет. Но всякий раз, как вспомнишь о них, будешь радоваться, веселиться и вкушать великое удовольствие. Впрочем, вы должны быть для других учителями и руководителями, должны брать, наставлять и руководить ближние друзей, рабы-су-рабов и юноши-сверстников. Если бы кто-нибудь обещал тебе по одному червонцу за исправление каждого человека, не употребил ли бы ты всего старания, не просиживал ли бы с ним по целым дням, убеждая и увещевая его, ну вот, Бог обещает тебе в награду за эти труды ни один, ни десять, ни двадцать, ни сто, ни тысячу червонцев, даже и не всю землю, но дает тебе то, что больше всего мира, Царство Небесное, и не одно это Царство, но и другое, кроме Его. Что же это такое? «Если извлечешь драгоценное изничтожного, то будешь, как мои уста». Иеремия 15, 19. Что может сравниться с этим по чести и благонадежности? Какое же для нас извинение и прощение, когда мы после столь великого обещания не заботимся о спасении ближнего? Когда ты увидишь слепца, падающего в пропасть, то простираешь руку и считаешь недостойным оставить без помощи погибающего. А видя, как ежедневно все братья падают с тремглав, в дурную привычку клясться, не смеешь сказать слово, но ты сказал раз и ближе не послушал, так скажи и в другой, и в третий, и сколько бы ни было, пока не убедишь. Бог говорит к нам каждый день, а мы не слушаем, и он не перестает говорить, и ты подражай этой попечительности о ближнем. Для того мы и живем вместе, населяем города и собираемся в церквах, чтобы друг друга немощи носить, чтобы исправлять друг друга от грехов. Как люди, живущие в одной лавке, хотя и разные продают товары, но все доходы складывают в общую кассу, так будем делать и мы. Какое, кто может сделать добро ближнему, не ленись и не отрицайся, да будет и между нами такая продажа и уплата духовная, чтобы нам, все сложив в общее место и приобретши великое богатство и составив великое сокровище, все вместе получить Царство Небесное по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Владимир Патриархов Господа